Наша трибуна Я имею что сказать А я думаю что Кричать не обязательно, работают все микрофоны Каждый может Высказать Не высказать Сказать Добрый день, уважаемые дамы и господа Вы слушаете радио Народная волна На частоте 14.30 АМ 99.1 ФМ Сейчас вы нас увидите Сейчас только одну помпочку натисну Вот так Проверка звука Чек, чек, чек Всех видно Анатолий Червец, Олег Парлак Меня зовут Сергей Зацепин Да, Ютуб Наш канал на Ютуб Вы можете нас не только слышать, но и смотреть Кстати, вы можете подписаться И смотреть программы, которые вы не успели посмотреть Или послушать в прямом эфире Они там сохраняются Архив У тебя немножко Наушник, да? Работает Все, за работу Да Что-то у вас Ага, всех вижу теперь Все нормально Что-то картинка там у нас Раз-раз-раз то есть, то нет Это Олежка Люди хотят Этому картинку Нет, нет, не правда Люди хотят видеть своих героев Поэтому В Ютубе, которые смотрят Да, не забывайте подписываться Вам ничего не стоит Нам приятно Мы будем знать Сколько человек нас слушает Смотрит Согласны или не согласны С нами Можете писать комментарии Можете задавать вопросы Не только позвонив по телефону 847-400-5200 Ну и на Ютуб Вы сейчас только Примем звоночек Если не возражаете Добрый день Добрый день Здравствуйте Я могу говорить, да? Конечно Всегда Алло? Да, да, говорите Пожалуйста Меня интересуют Очень интересные вопросы Я могу задавать? Пожалуйста Я не слышу вас Вы выключите радио И говорите с нами По телефону Вы можете задавать вопрос Спасибо большое Значит, Сережа У меня такое возникло Ну, понятно, что Республиканцы Обнажались полностью Никого доверия Этой системе Которую они сейчас придумали Даже взять этого Рейн Пола Это ж придурок Просто его иначе не зовешь Он против Он поддерживает Трампа Но он против Чтобы уничтожить эту Энергенщину И говорит Он может взять деньги Где угодно Пока никаких денег Ему не дают И не дадут Он должен воевать Опять снова И опять будет Та же самая история У Папавла собака Он ее любил Будете в Конгресс Потом в Сенат Потом опять в Конгресс Как он выберет эти деньги Я не понимаю Это первое Второе Мне очень интересует Новое у них У этих царей У этих демократов Грин Программа Грин В чем заключается Эта программа Грин Что они хотят сделать Окей Это две очень больших Хороших темы Сейчас мы поговорим Спасибо вам Спасибо огромное Спасибо Значит Прежде всего Речь идет о голосовании По резолюции Предложенной демократами О том Чтобы не поддержать Или отменить Заблокировать Заблокировать Эмердженси Ситуацию на южной границе Да Чрезвычайно отменить Чрезвычайное положение Объявленное президентом Трампом На южной границе Это первое Проголосовали В Нижней палате Вчера голосовали В Сенате И вместе Со всеми Демократами 12 сенаторов Республиканцев Проголосовали За эту Резолюцию Включая Медрамник Который собирался Быть президентом Этой страны Ну Медрамник Это особый Особый В общем Ну С Митом Рамник Как бы У меня все понятно Ну и второй Сенатор От штата Юта Ма Ли Майкл Проголосовал Вместе с ними Ну Как бы Рэн Пол Либертарианец И он Я могу понять Его некие мотивы Вот Если Если знать Что он Либертарианец До мозга костей И По его представлению Это некий Оврич Что ли Президента То есть Исполнительная власть Берет на себя Вот такие функции Ну А в целом Я думаю Там уже Поскольку Резолюция Так или иначе Поскольку есть Марковский Поскольку есть Коллинз Поскольку есть Митрамни Уже понятно Было что это Резолюция Пройдет А дальше Там уже Так сказать Внутри Они собрались Поговорили Кому еще Можно поддержать Кому нельзя Единственное Что я хочу Сказать Единственный Сенатор Который Будет Переизбираться В 2020 Году Проголосовал Вместе с Демократами Это Сюзан Коллинз Которая Представляет Штат Мэй Мэй Поэтому А все остальные Те Кто не будет Переизбираться В 2020 Году Потому что Я не думаю Что Человек Из какого Нибудь Штата Там скажем Ну из любого Штата Который Purple Который Синий Там Красный Ну из синего Понятно Который красный Проголосовал бы За эту Изолюцию Потому что Его бы наверняка Прокатили Конечно То что произошло На выборах Промежуточных Все Конгрессмены Которые Так или иначе Вставляли палки В колеса Трампа Все были Деревцы Так и тут Получается Что единственный Конгресс Единственный Сенатор Который будет Переизбираться В 2020 Году Проголосовала За эту Резолюцию Что дальше Произойдет Дальше Президент Однозначно Сказал Что это Ну и И потом Почему Еще сенаторы Проголосовали Я имею ввиду Республиканцы Они понимают Что все равно Эта резолюция Дальше Никуда не пойдет Потому что Президент Однозначно Сказал Что он Он наложит Вета В любом случае Вета на эту Резолюцию Тогда вопрос Зачем же Не так голосовать Да Зачем вообще Это Трудно сказать Фарс Показу Непонятно Я не думаю В большинстве Своем Это продиктовано Очевидно Шкурными делами То есть Есть Спонсоры Есть доноры Есть лоббисты На которых Они работают Я думаю Что так С момента Может быть Я слишком ценительный Ты понимаешь Доноры Лоббисты Это все хорошо Тогда Когда касается Собрать достаточно Денег Чтобы баллотироваться Но Голосавет Дают Не доноры И не лоббисты Но вот Теперь вопрос Вот Допустим Рэндпол Вопрос Будет Какой Ну Подойдет Его время Будем надеяться Что Трамп В двадцатом Году Выиграет Его время Подойдет В двадцать Я имею ввиду К тому времени В двадцать четвертом Году В двадцатом Году В двадцатом Году Рэндпол Будет Переизбираться К тому времени Уже забудут Что это было Ты думаешь Абсолютно Абсолютно Давай Примензован Давай С нами Приглушите Машину Дверь Закройте Пожалуйста Ветер Шумит Мы вас Слушаем Добрый день Здравствуйте Я вчера На интернете Читал Что Вот эта Красавица Из Вичигана По-моему Что Сами Демократы Хотят Ее Там Каким-то Образом Или Переизбрать Или Как-то Нет Это речь Шла Об Абриханом Абриханом И что Невозможно На праймерис Ее будут Так сказать Челлендж Возможно Выставят Какого-то Другого Кандидата С тем Чтобы Понимаете Антисемитские Настроения Демократической Партии Не могут Так явно Проявляться Как это Происходит Сегодня Ильхам Амар Она В открытую Заявила О том Чем Пронизана Суть Демократической Партии Мы знаем На протяжении Восьми лет Президентства Обамы Отношение Демократов К Израилю Джен Чаковский Которая Байкотировала Выступление Премьер-министра Израиля Бениамин Нетаньяху В Конгрессе И так далее Ни один Еврей-демократ Не поехал На открытие Американского Посольства В Иерусалиме То есть Антисемитизм Антиизраэлизм Демократов Он известен Но вот такие Яркие Но вслух Об этом Говорить нельзя Я тебе скажу Что даже Те радикальные Исламисты Которые Очень рады Тому Что она попала В Конгресс США Они наверное Очень недовольны Тими методами Которые Она действует Потому что Это действительно Уж явно Все происходит А ведь Цель то как Подрывать изнутри Насаждать шариат Другим методами Как это Происходило В Европе Вот так что Посмотрим Может быть Такие уберут У меня есть вопрос Я играю Адвоката дьявола Как ты думаешь Как вы думаете Все вместе Вот тот факт Что настолько Лояльно поступили С Эльханомар Дивилось ли это Причиной Вот этих двух ракет Которые так свободно Хамас выпустил По Израилю А ты знаешь По поводу этих ракет Там же получилось Вот что Вроде не сработал Вот этот вот щит И две ракеты Пролетели Да Давай так Давай мы ее таким Оставим Потому что У нас сегодня Будет Александр Непомнящий Я думаю Что он Более конкретно Да он знает ситуацию На месте Что называется И он нам Об этом расскажет Но сейчас Твоя попытка Честно Притянуть Это мне напомню Напоминает Ты сейчас выступил В роли СНН Который комментирует Который комментирует Трагедию Которая произошла В Новые Зелания Я поэтому Сказал Двокодьявы Да Потому что Они все Оказывается Человек Который зеленый Есть партия зеленых Вот он зеленый И вот тут же Так сказать Отнесли К К трампистам К консерваторам На самом деле Консерваторам Отнести Довольно трудно Это действительно Трагедия Там 49 человек Если я не ошибаюсь Я смотрел видео Это вы знаешь Как вот Помнишь Брат 2 Это как стрелялка Игралка Или как стрелялка Игралка Или брат 2 Помнишь Да И ты понимаешь Что у тебя в варианте При этом я тебе хочу сказать Масс-медиа Совершенно справедливо Возмущена этим событием И освещает его Но При этом Эти проститутки Из масс-медиа Умалчивают о том Что в другой Синагоге В другой Мечети Могло произойти То же самое И не произошло Только потому Что у одного Из молящихся Было оружие И об этом не бип Зато Кортес Выскочила И начала обсуждать Свалила всю вину На National Rifle Association Конечно НРА виноват Да В общем У меня нет слов Знаешь У меня нет слов Я хочу немножко вернуться Вот к тому Что произошло Какое-то время Годом назад Второй Мы перескакиваем С темы на тему Человек задал два вопроса По поводу Голосования А этого И второй вопрос был Так О господи Тоже интересный вопрос был Очень интересный Не помню Так сейчас вспомним Сейчас вспомним Вот собрались Ладно Пока Да Слишком много всего происходит Человек позвонил Застал нас врасплох Мы тут только здоровались А уже сразу На первый ответ На ответ У нас вот на этом На канале Кстати нас сегодня смотрят Уже почти 300 человек Сейчас одновременно Вот нам задали вопрос Да Мы сможем ли подсказать Иммиграционная политика США В отношении русских Будет ухудшаться или нет Ну Слушай А вот это Я честно говоря Не знаю Ну вообще закрываются все Или значительная часть Консульских отделов Или миграционных офисов Что-то такое сообщение было Имеется ввиду наверное То что в связи с тем Что все дипломаты Покинули Венисуэлу Ты об этом хочешь сказать Или что Там речь идет о Давай время замок Может нам человек напомнит По второму вопросу Алло ребята У тебя были про Грин Вопросы Вопросы Да Вопросы Что они Представляешь Какая программа Спасибо Хоть один человек у нас Слушает внимательно Открыть что это за Грин Я хочу знать Пожалуйста Спасибо Спасибо большое Об этом можно Я быстро Тезисами скажу А вы уже Разорвите Быстро не получится За 10 лет По словам Акассии Картель Через 12 лет Просто Планеты Исчезнет С лица земли Вчера послушал Биту Биту Рурк Дирижер Дирижер Так вот Через 12 лет Планета исчезнет При этом он сказал Что даже если мы сегодня Прекратим совершенно Выбрасывать углекислый газ В атмосферу Это ничего не изменит То есть ты между дышать Прекратил Это ничего не изменит Либералы Вы должны одеть мешки на голову И перестать дышать Потому что человек дышит Выбрасывает Выбрасывает Конечно А с другой стороны Если перестать выбрасывать Углекислый газ В атмосферу То все зеленое На планете Погибнет Потому что еще раз Для вас Вагиноголовые Деревья Дышат углекислым газом И производят На свет кислород Ну ладно Так вот Значит По пунктам Пожалуйста Что нужно сделать Избавиться от автомобилей Раз Оставить только электромобили Самолеты За 10 лет Самолеты Сломать Все что работает На двигателе Сломать Или перестроить Или переоборудовать Все здания В Америке За 10 лет Которые используют Энергию Которая производится Там газом И чем И так далее То есть сделать Газ, масло И так далее Да Все это нужно Переоборудовать А третье Значит Самолеты Отменить Поскольку они Выбрасывают газ Перейти исключительно На поезда Которые тоже От какой-то энергии От энергии солнца Вот кстати От энергии Ладно потом От энергии солнца И зарезать всех коров Потому что коровы Пукают И выбрасывают Количество Углекислого газа Или метана В атмосферу Огромное количество Коров нужно убрать И вообще Они наставят на том Что мясо есть не надо Ну да О, кстати Перестаньте Есть мясо И женщинам перестать рожать Зачем И женщинам перестать рожать Да не надо детей Рожать Потому что Нас неизвестно Что ждете А давайте Нет Она должна была сказать Она должна была сказать Что женщины Должны начать рожать Через 10 лет Пусть подождут Немножко Я разговаривал С одним человеком Который занимался В институте Химической физики В академии наук И он говорит Вообще Я сейчас могу Немножко в цифрах Запутаться Но смысл сказанного Вы поймете Абсолютно точно Значит он говорит Вообще идея Использовать энергию солнца Или энергию ветра Это не новая идея Где-то еще в 60-х годах Их институт получил задание От правительства СССР Естественно Это секретная задание Ну как У нас все было секретно Любой научно-исследовательский институт Засекречен Так вот Они рассчитывали Сколько Какую энергию выделяет солнце И какую энергию Можно использовать Чтобы Энергию Как использовать энергию ветра Мне очень хотелось Пригласить этого человека Я к сожалению У меня нет под рукой Его телефона Чтобы созвониться Он бы рассказал все точно Ну смысл передам Во всяком случае Так вот Они все рассчитали Они знали примерно Потребление Электроэнергии Ну на тот момент То есть Можно было Прибли плюс-минус Потому что Есть промышленность Производство И так далее Бытовая техника В общем они Сейчас мы примем звонок Может быть кто-то знает Точно о чем я говорю Добрый день Алло Алло Да Я могу говорить Да Да пожалуйста Дело в том Что смеяться Конечно над всем Что вы смеялись Это конечно Очень приятно Но все дело в том Что никто из демократов При деянии к власти Исполнять это не будет А у них главная цель Привести к власти себя И то что сегодня Пилосик сказала Понизить выборный ценз Это еще одна тема На заметку себе возьмите Мы об этом поговорим И вот когда они завоюют власть Они ее завоюют При таких темпах Понимаете Вот тогда Тогда они будут делать Так как они хотят Будут придумывать Что сегодня мы не сможем Сделать зеленый грим Мы их делаем через 20 лет Но мы это сделаем Вот республиканцы Это никогда не сделали Им главное завоевать власть И это все что они делают Спасибо Спасибо На самом деле Они кое что будут делать Потому что некоторые люди Могу назвать одну фамилию Элгор Который заработал на этом 100 миллионов Он рассказывал там Вы помните Когда он говорил 15-20 лет назад Говорил о том Что через 10 лет Нахрен Нью-Йорк уйдет под воду Флориду идет под воду Белых медведей не останется Потому что там льдинки не останется И создали кучу комиссий И открыли полно работы Ученых Которые сидели без работ И им нечем было заниматься Мало того что он получил Нобелевскую премию Так он еще и заработал На этом 100 миллионов Поэтому понимаете Зеленая энергетика А вы что думаете Этот стоер Из Калифорнии Зря бьется Тратит миллионы долларов Нет потому что Он на этом деле Тоже зарабатывал кучу денег Так что Вся эта зеленая энергетика Несмотря на то что Она может убить Экономику США При этом кто-то может здорово Обогатиться Всегда же Кто-то обогащается Я вернулся все-таки К тому о чем говорил Этот человек Который работал В научно-исследовательском институте Зная поверхность земли Зная Так сказать Если говорить Даже принять КПД За 100% Вот Солнечных панелей Ветриков И так далее Так вот Если покрыть Всю площадь земли Солнечными панелями Исключая там Скажем только Вот Водную часть То На тот момент Количество потребляемой энергии Вот если всю поверхность земли Покрыть Солнечными панелями Она будет То они могут произвести 15% От той энергии Которую они потребляли В 60-х годах Мне кажется Надо Картес сказать Что нельзя потреблять Много солнечной энергии Потому что солнце Перестанет светить И мы все умрем Так вот На поверхность Ну единственное Он сказал Мы по-моему Из этой поверхности Убирали вот Водную поверхность И горы Потому что трудно Там разместить Солнечные панели Так вот Говорит Потребность Покроется На 15% Потребляемой энергии Если все закрыть Все что возможно Что касается Ветряной энергии Если всю поверхность Земли Включая Горы Покрыть Ветряными Этими Ну там Мельницами На определенном Расстоянии Они друг от друга Должны быть Потому что Аэродинамиков Влияет И так далее Ну за исключением Водной поверхности Потому что В океане Трудно поставить Там Ну на берегу Можно Но В мелких водах Но там Где глубоко Там тяжело Так вот Если Поставить Вот этих Все витряные Мельницы Вокруг Шуть такая Я вообще Когда проезжаю Вот эти Поля Я не помню В каком Это было Фильме В России Но Там один Плотник Говорит Мы плотники Все Могем Пилить Могем Строгать Могем Мне спрашивают А гробы Могем Он говорит Нет Гробы Не моем Долбежу Много Понимаешь Вот это вот Вопрос Ты говорил Вопрос В интернете Был Вы можете Подсказать А миграционная Политика США В отношении Русских Будет ухудшаться Или нет И спрашивают Вот еще один вопрос По поводу Гринкарты Будут отменены Или нет Наверное Все это Все это В одном вопросе Можно осветить Да Я не знаю Я просто не понимаю К чему этот вопрос Почему Потому что Сейчас Как чему Вот еще один вопрос А куда деваться Русским С финансовым образованием Что касается Миграционной Сейчас вообще не происходит Ничего Касательно Иммиграционной Что касается Иммиграционной политики Начиная с 1965 года Когда Тед Кеннеди Покойник Протолкнул этот закон Который изменил Иммиграционную политику Вся иммиграционная политика Была направлена на то Чтобы Закрыть И Да Максимально Сократить Въезд В страну Выходцев Из Европы И Перенести Внимание На Африканские Ближневосточные И Латиноамериканские И Мексику Они хотели Изменить Состав Иммиграции С тем Чтобы поменять Лицо страны С тем Чтобы Расширить Избирательную базу Демократической партии И До сегодняшнего дня Иммиграционные законы Именно это И делают Что касается Русских Но это Истерия Вы же видите Какая истерия Какую истерию Подняла Демократическая партия Я просто Не вижу Каким образом Она может Поизмениться Но только Если Опять же Закроют Вот эту Девилатери И Если Закроют Выграют Как Называется Как Это Девилатери Чем Игрейшн Если Они Прекратят Вот Этот Паровозик Тянуть Это Должен Будь Принят Закон Конгресса Так Вот Я об этом Говорю Пока Что Ничего Не Происходит И Вряд ли Произойдет Они Не Могут Отдельно Избирать Группы То Если Они Они Могут Они Сейчас Опять Готовят Закон Какой Демократы Чтобы Даже Тех Даковцев Которые Были Депортированы Вернуть Обратно Я Понимаю Давай Еще Прием Звоночек Приглушите Радиопреминг Слушаем Вас Я Хотела Сказать Мы Были В Голландии Городе Амстердаме Знаете Мы Как В рай Попали Какой Машин Вообще Нет Электрические Едут Мы Сами Путешествовали Конечно На автобусе И самолеты Летают И так далее У них Очень Много Электрической Энергии Как Это Сделают Да Не Делают Очень Много Паркингов В три Этажа Паркинги Велосипеды И Очень Мало Машин Может Что Там Идете В интернете Конечно Я вам Скажу Если Вы На секундочку Возьмете Всю Голландию И Переместите Ее Где-нибудь В Норсбург То она Потеряется В районе Финкстон То есть Чтобы вы Поняли Да И на этом А население Голландии Значительно Меньше Чем Население Нью-Йорка Кстати Голландии В смысле Как страны Теперь У меня Есть Такой Вопрос Вот Смотрите Вы живете В Америке Правильно Да Окей Почему Мы должны Быть похожи На голландцев Вместо того Чтобы голландцы Пытались быть Похожими На нас Ведь у нас Намного Сильнее Экономика У нас Намного Лучше Права Человека У нас Намного Чище Природа И так далее Только потому Что у нас Просто территория Такая Почему же Мы должны Равняться На Голландию А не Они равняться На нас Потому что У них есть Район Красных фонарей Мне просто интересно услышать Вот ваше мнение Молодой человек Да Красные фонари Мы тоже видели Когда ходили по городу А так вы там просто Вы там надышались Воздухом Поэтому Я больше времени Проводил Разглядывая велосипеды С три этажа На парке Я понял Чем слушая Экскурсовода Я понял Спасибо большое Сохрения Времени больше нет Я хочу сказать Что там Несколько лет назад Пока я не переехал Вот сюда Поближе к работе Я ехал От своего дома До работы Время занимало Время занимало Столько Сколько Наверное Голландец Едет Из одной Конца Страны В другую Страну В Стокгольм Да-да-да-да Поэтому Ты сказать Сравнивать Как бы Голландию Попывал На улице Красных фаселек Это все Забышался Свежим Давайте Мы сделаем Перерыв Послушаем Реклама После чего Вернемся И продолжим Возвращаемся В программу Народная трибуна Телефон Студии По-прежнему 847-400-5200 На YouTube Там идет Такая переписка Шаббат Шалом Израильтяне Салют Питер Из Питера И Питера Салют Вот так вот И Питера Или Питер Это называется А, это Петер Это название Это имя человека Ну, скоро И Петер У нас доберется Петер Петер Кстати Петр Петер Петер Лучше Вместо Того Чтобы зарезать Всех Пухающих Корол С взрывающимися Дебилами Трудно возразить Трудно возразить Абсолютно По поводу Гриндил Просто немножко в цифрах Для того, чтобы как-то дать какую-то конкретику Внести вот в то, что они предлагают Причем Интересно то, что когда у них спрашивают Где деньги, Зин Откуда будем брать деньги На вот это все удовольствие Ответа никого не следует В лучшем случае потом Разберемся Сначала надо это привести в жизнь Как всегда Да, кстати, ты знаешь даже Вы знаете, что по-моему То ли сегодня, то ли в понедельник Будет произведен все-таки голосование Такое То, что в Сенате Меч предложил Поскольку они там кинулись поддерживать Эту идею Он хочет поставить на рекорд Чтобы люди понимали, что это за голосование Это голосование, которое абсолютно никого не в чем Ему не обязывает Это просто показать в Сенате Людей, которые это поддерживают Понимаете, потому что иначе этого не сделают Это просто показать Ты посмотри, во всем мире прошли Демонстрации школьников Демонстрации протеста против глобальной катастрофы Я не знаю Связаны с глобальным потеплением Помнишь, делегация школьников Пришла к Дайану Файнстайн Там типа как через 12 лет Все пропадет, взорвется, уничтожится Она им как бриллианты в руке Сказала, уйди, мальчик, не мешай Так вот На эту разводку Повелось огромное количество молодежи И не только молодежи И даже кинулись сенаторы И даже кинулись демократические кандидаты в президенты Все поддержали эту идею двумя руками Бита, арубета, арук Вчера тоже говорил Я не знаю, как он мог поддержать У него руки были везде В истерике кричал Все, 12 лет И даже если мы прекратим выбрасывать Уже все, уже ничего не изменишь Все, 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 пропало, пропало Так вот, Митчи решил Ну, хорошо, друзья мои Вы так серьезно заявляете Ну, давайте теперь проголосуем Кто эту идею одобряет, кто нет И тогда вам, Вагина Головый Возможно, станет понятно Я обращаюсь к тем, кто эту идею поддерживает Может, станет понятно Что они говорят только об этом Потому что они понимают Что это чушь Это вообще разводка для лохов Ну, вот смотри Для того, чтобы понять Я же говорю Чтобы понять Я больше чем уверен Что большинство демократов За эту идею не проголосают Конечно Воздержатся Конечно Уйдут в туалет Понос прохвативших Ведь самое главное Что, помнишь, мы о ней один раз говорили Главное начать говорить И говорить, говорить, говорить И это все будет осаждаться в умах Особенно молодых У которых мозг лучше, чем пластилин Я хочу привести пример По поводу Вот только что мы говорили По поводу ресайклинг Значит, сколько нам внушали Что ресайклинг Это хорошо Это сохранить землю Все больше и больше Появляются статьи и цифры Сколько нам стоит ресайклинг С каждым годом Это все растет и растет И если, допустим Где-то в начале 2000-х годов Значит, стоимость за ресайклинг Одной тонны стоила 74 доллара То сегодня она уже 166 То есть мы все больше и больше Идем к тому, что Ресайклинг становится очень дорогим И может быть и нерентабельным Но все равно Если ты спросишь у среднего американца А вы делаете ресайклинг? Да, конечно Мы же землю сохраним То же самое я боюсь Что будет происходить Вот с этим с грином Смотри Во-первых, насчет ресайклинг Чтобы закончить эту тему Давай посчитаем такую вещь Значит, вот мне поставили этот ящик Голубный, такой синенький Темно-синенький На нем написано ресайклинг Значит, этот ящик денег стоит? Естественно Он кто-то должен его производить? Естественно Рабочие места Те, кто его производят На нем деньги зарабатывают Естественно Значит, выгода есть Дальше Его привезли водителю надо? Вилыч купила вот эти вот бины Поставили нам И говорят У нас масса звонков Давайте, если вы не возражаете Вернемся потом Здравствуйте Здравствуйте Насчет велосипеда Очень хорошо сесть в Акигане на велосипед И приехать в Сен-Чарльз Я думаю, за два дня можно доехать Да И, знаете, я вспомнил, как В армии на политзанятиях общих Когда вся часть сидела Вместе с офицерами Один поднял руку И у моей замполитной части спрашивают А почему в Америке Алло Вы слышите? Да, да, конечно Почему в Америке Две партии У нас одна Он говорит Ну, что у нас одна партия Это понятно Выражать интересы Все это понятно А в Америке Он говорит А вот это возьмите и запишите Как республиканская Так и демократическая партия Выражает интересы Правящей верхушки Монополистического капитала Этот солдат спрашивает А что это значит? Как это понимать? Он говорит Нет, не поминать Понимать Это надо запомнить Да, да, да Абсолютно Но, к вашему К вашему комментарию Если хорошо курнуть Я имею ввиду Вот как в Голландии Да То можно, может быть И за полтора дня проехать А представь себе Представь себе 294-й хайвей И вот, начиная с пяти утра Миллионы велосипедов Прут сверху от Вайкигина В пять утра Они уже прутут в середине Они начинают где-то В час В три Да, чтобы к семье добраться Да И вот представь себе Ну, естественно Что Давай На звонок Мне трудно себе представить Такой либерал Который борется За чистоту воздуха На велосипеде Куда-то, скажем На Саус Или на Вест Особенно Особенно На Саус-Аде Остановиться Под этим Вольм Да До светофора И сказать Ребята Да я так просто Проездом Абсолютно Добрый день Пожалуйста В эфире Да Добрый день Еще раз Насчет Голландии Вчера на телеканале Блумберг Я читал Информацию Голландия заявила Что до 30-го года Она никак не сможет Сократить потребление Возобновляющихся Возобновляющихся Вот этих источников То есть угля Газа и тому подобное Потому что Возобновляющиеся Уже кончились Да Уже В общем Уже больше велосипедов Нельзя добавить на улице То есть Эксперимент Так заканчивается Финляндия в свое время Ввела вот эту вот Universal income Да Для всех Да И Такой эксперимент Когда всем Ни за что Стали раздавать деньги Просто Вот просто так И в итоге Правительство просто Лопнуло Правительство Ушло в отставку Добрый день Здравствуйте Вы знаете По моему Раз там такой район Она была там попросить Политического убежища И бонтевировать тем Что Здесь не хотят Следовать их политике Потому что Загрязняют Среду углекислым газом А У меня вопрос Кто-нибудь знает Каким образом Получилось так Что Народ узнал О Вот этих Махинациях Злобостреблениях С Сети Со школами Со спортом И так далее И самое главное Там фигурируют Одни левые Ну там Был такой Один Добропорядочный Человек Который пришел ФБР И просто дал Наводку И им пришлось Это все Они расследовали Все тайное Все тайное Всегда становится Явным Поэтому рано или поздно Это должно было Раскрыться Добрый день Добрый день Насчет потепления Похолодания Есть такие циклы Крепса Которые имеют Семидесяти летние По-моему И от них Еще никто Не убежал Мало того Семидесятые годы Когда нам Чистили мозги По поводу Сильного Глобального Потепления Оказывается Было похолодание Температура Абсолютно В 70-е Говорили о похолодании И что наступит Катастрофа И сегодня Мы тоже Вошли В этот Стабильный Цикл Ты говорит Находимся В стабильном Цикле Крепса Когда температура Вообще Он говорит Что Однозначно Все ученые Пришли К выводу В общем Ссылаются На всех ученых Это ложь Ты помнишь Видео Недавно было Когда дети В Калифорнии Атаковали Конгрессмена Женщину Как ее Пелоси Пелоси Не помню Сенатор Да Как они На нее Напали И начали Кричать По поводу Грин Самое интересное Что это Там была Девочка 16-летняя И она Тоже Начала Что-то Говорить Я за вас Голосовала Сколько В лет 16 Вы не Голосовали Ну вот Девочки Одной 16-летней По-моему Из Швеции Чуть ли не Нобелевскую Премию За то Что она Выступает Сказать Ну вот Смотри У нас остается Буквально Три минутки Чистые цифры Господа Чистые цифры Америка Участие Америки В загрязнении В окружающей Среды Составляет 13% От Всеобщего Загрязнения Китайская Экономика Номер один Участвует Номер один Которые 33% Участвуют В этом И абсолютно Не собирается Ничего Снижать Никакие Даже По Парижскому Соглашению По этому Пресловутому Итогу Тридцатого Года Они Ничего Они Абсолютно И не должны Делать Это было Не Россия И так далее Трамп вышел Из этого Соглашения Так вот Вы подумайте Своим Сами для себя О том Что 13% Мы 33% Они Где еще В мире Вы слышали О том Что Требует От Машин Этих Водителей Машин Или хозяев Машин Чтобы Проходили Так называемые Мишн Тест Загазов Загазов То есть Вот это СО2 Ни в одной Стране мира Кроме Америки Не борется Вот с этим СО2 Мы здесь С ума сходим Ставим Каталитик Конвертеры Хотел сказать Да Мы не можем Привезти Сюда Машину Из Европы Чтобы Ни ее Не переделать Так вот При всем При этом Только 13% Дальше Следующая цифра Очень Большая Серьезная Это в том Что для того Чтобы Поймите только То о чем Я вам говорю Для того Чтобы Оплатить Только Вот этот Green Deal Понадобится Увеличить Налоги На каждую Семью Проживающую В Америке До 65 Тысяч Долларов Каждый Год Каждая Семья Должна Будет Вносить Налогов В эту Казну Понимаете То есть Вот то о чем Говорят Вот эти Вот Акасио Кортес Экономисты И так далее Вот подумайте 65 тысяч Будут стоить Для того Чтобы содержать Эту привычку И третье Последнее Вот то что они Хотят сделать Medicare for all Это 32 Триллиона Долларов В течение Десяти лет Три и две десятых Мы сейчас Орем И кричим Что мы подняли Наш дефицит На триллион Один А вам только Медицина Будет стоить Три и две десятых Триллиона В год Вот вдумайтесь В эти цифры И подумайте О чем они говорят Ну Толик Ты тогда уже Не сказал Четвертую цифру Потому что Посчитали Сколько будет стоить Новый грин дел Вот этот От 50 до 93 Триллионов Триллионов долларов Представляешь Ну вот Так Нет Они посчитали Они сказали 65 тысяч Каждая семья Живущая в Америке И причем Это ведь Не значит Хотя цифры Вот они Пожалуйста Но это Вовсе не значит Что приди демократы К власти Что они не начнут Реализовывать Эту политику Первое что они сделают Они начнут Поднимать Налоги С тем чтобы Реализовать Политику Зеленого дела А где же еще Деньги то зарабатывать Ну а потом скажут Ну не получилось Ну попробовали Не получилось Но экономику уже убили Уже капиталы Из страны вышли Вообще Только страна С развитой экономикой Может позволить себе Бороться За сохранение Окружающей среды Потому что Если экономику убить Ну Простой пример Ну возьмите Африканские страны Там Ближневосточные страны За исключением Израиля Кто борется Вот эти бурвалы Которые купаются Там типа И еще одно Еще одно О том О чем говорил вчера Бета Это кандидат в президенты Там Сотни миллионов людей Будут Мигрировать Да Потому что В одних Частях света Пустыня будет И невозможно будет жить Другие уйдут под воду Так вот Пустыня Действительно Везде Отвоевывает Территории За исключением Одного государства Это государство Называется Израиль Который отвоевывает У пустыни Территории Так вот Вам пример И в это время Демократы Пытаются Как только Могут Навредить Этому государству Вот Вот результат Государство Израиль Которое Процветает Которое Так сказать Изобретает Что-то делает Отвоевывает У пустыни Территории Это единственное Государство А Бета Махает руками И говорит Что надо повышать Налоги Все друзья мои Сделаем перерыв Буквально через пару минут Вернемся Возвращаемся в программу Народная трибуна С вами в студии Анатолий Червец Олег Падлак Меня зовут Сергей Зацепин Телефон в студии По-прежнему 847-400-5200 Комментарий Небольшой От нашего Радиослушателя Из Израиля И кстати Наша нередко Когда мы говорим О социальной медицине О том что То что обещают нам Демократы Медикер для всех Они все время ссылаются А вот в Израиле А вот в Германии А вот в Англии И так далее Вот он пишет У нас на самом деле Не так Все гладко в Израиле Конечно Потому что Полусоциалистическая медицина И сейчас возникают проблемы В больницах Не хватает коек Для того чтобы больных Положить В госпиталях Но это неизбежно В Англии проблемы В Канаде проблемы Везде Везде где это бесплатно Никто бесплатно работать не хочет Знаешь Всегда когда правительство Чем-то управляет Оно становится все дороже 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 Бюрократия растет И так далее Там кто-то уходит на пенсию А платят на Ну как у нас Вот с этими С госслужащими Пенсионеров Сейчас количество Количество работающих В госсекторе Примерно такое же Как количество Получающих пенсий Бывших работников Госсектора Кстати И ты понимаешь Они же Они же В пенсионный фонд Платят копейки А те которые на пенсии Получают чуть ли не Ну в среднем 80-90 процентов От заработной платы Которые они получали Вот если бы те кто сейчас работает В госсекторе Вносили в этот пенсионный фонд Столько же денег Вот вот Это тогда было бы нормально Ну разворовали бы больше Ты видел Осквернили плакат Судьи Гинсбург В Нью-Йоркском метро И даже возбудили Уголовное дело Вот почему-то Не возбуждают уголовных дел Когда оскверняют плакаты Трампа Ты мне скажи такую вещь Ты помнишь Во время закрытия правительства Оказалось что более 800 тысяч человек Работающих на правительство Являются так называемые Нано-сеншел То есть ну неважно Там они не там работают Не работают Хочешь при Помнишь как карту Хочешь приходи работай Не хочешь приходи не работай Вот делай что хочешь Пришел работай И сейчас когда Трамп предложил сократить Ну в бюджете в новом Сократить так сказать Некоторые Программы ассигнования Единственное куда он добавил Это военная То есть Пентагон Министерство внутренней безопасности И что-то еще такое же А наверное что-то с ветеранами связанное В общем три позиции Три позиции на которые он предлагает Увеличить бюджет А все остальные сокращаются Ну и начиная с EPA Что совершенно верно И тут истерика началась такая Мама дорогая И я посмотрел комментарии И ну конечно Лево радикальное отребье Прежде всего Как на военные расходы Больше С кем мы собираемся воевать И никак до них не доходит Что мы не воюем И у нас На нас пока еще никто не нападает Не потому что они не хотят этого А потому что у нас Слава Богу А армия сильная И уж простая истина Если ты хочешь избежать войны Ты должен быть настолько силен Чтобы у него Кого даже мысли не возникало Попробовать Попробовать А чтобы этого добиться Необходимо тратить Ей же пословица Хочешь мира Готовься к войне Вот не хочешь кормить свою армию Будешь кормить чужого Сто процентов Меня знаешь Что единственное Что интересует Вот в отношении Раздутого бюджета Именно вот такой Департмент Как Homeland Security Смотри Я вот лично Я считаю Что Такие службы Как ICE Такая служба Как CBP Ну это Customs Border Patrol ICE Они должны Принадлежать Скорее всего К Министерству юстиции Больше Чем Просто раздувать Еще одно Министерство Homeland Security Это же Министерство Было создано После ННЛВ Насколько я помню Антолий Давай попробуем Принять звонки Потому что Люди знают Добрый день Может вопросы задать Добрый день Добрый день Спасибо за вашу передачу Хотелось бы Такое небольшое Дополнение Или Вступление Или просто Замечание Сделать По поводу Бесплатной медицины Где брать деньги Вчерашняя газета Chicago Tribune Пишет Доходы Одной страховой Компании Конечно Может одной Из самых больших Blue Shield Составили За прошлый год 18 4 миллиарда Долларов Что это Такая страховая Компания Это абсолютный Мидлмен Посредник Который Ничего не производит Ничего не делает А вздувает Тоже цены Вот пожалуйста Не будет страховых Компаний Какая уже Огромная экономия Получит Это только один путь Я понял Вашу мысль Но с другой стороны Если не будет страховых Компаний То их место Займут Чиновники Государственные Если Потому что В страховых Компаниях Работают люди Которые Выполняют Техническую работу Ну кроме того Что они продают Страховки Агенты Но они работают С комиссионных Ну неважно А люди Которые Выполняют Колоссальное Количество Работ А я вам Другую цифру Приведу Когда Обама нам Обещал Что в случае Когда Обама Кир Вступит в силу Мы там По 2,5 тысячи В среднем В год Каждая семья Сэкономит И так далее Ну в общем Врал Просто Выходил и врал В расчете на идиотов Ну Количество идиотов В нашей стране Неизвестно Так вот До того Как этот закон Был принят Общий Общий доход Общая прибыль Страховых компаний Составляла 5 миллиардов долларов После того Как Обама Кирвов Вступил в силу 15 миллиардов долларов Составила Прибыль Страховых Компаний Это вот Просто Для вас Цифры Еще раз Для того Чтобы Осуществлять Всю эту работу Потому что Техническую работу Никуда не денешь Ты же не просто Так придешь в госпиталь И автоматически Вдруг деньги Раз поветели в госпиталь Потому что Госпиталь запросил Вот такую сумму Нет Там сидят Тысячи и тысячи Сотни тысяч людей Которые выполняют Техническую работу Так вот Эти люди Работают В страховых компаниях После того Как они станут Чиновниками Еще объединятся В профсоюз У нас же есть Профсоюз Государственных служащих Который Их интересы Отстаивает Которые покупают политиков Которые потом Подписывают договоры Так вот А потом Они еще будут Уходить на пенсию И вот эти сотни тысяч людей Которые будут работать На правительство Ну если предположить Что медицина Станет социальной Так вот Потом они уйдут На пенсию И будут получать Сто процентов Своей зарплаты Так вот Этих 15 миллиардов Или там Четыре миллиарда О которых вы говорите Покажутся семечками А у меня вопрос Еще другой Скажите пожалуйста Ну я понимаю Что я говорю сейчас В воздух Но тем не менее Скажите пожалуйста То есть Я услышал В вашем Вашей реплике Такую мысль Чего это Они должны зарабатывать 18 миллиардов Когда мы можем Напрямую Напрямую Иметь дело С правительством А вы считаете Что правительство Будет для вас Работать бесплатно Это первый вопрос Второй вопрос Кормушка Это должно быть Как вы считаете Как вы считаете Вот когда вы Не дай бог Я стучу себя Вот по голове Когда не дай бог Вам понадобится Какая-то Очень серьезная Операция Там за 150 За 200 тысяч Да И попадет Ваш клейм Государству Государство На него посмотрит Скажет Не дружок Ты для нас Столько не стоишь Тебе уже За 60 Тебе за 60 Что мы будем На тебя деньги тратить Давай Иди отсюда Поживешь Сколько поживешь И все А вот страховая компания Выкладывает Из своего кармана В эту минуту Она выкладывает деньги А теперь подумайте На такую тему Зачем нам нужен Амазон А зачем нам нужен Волмарт Что это Волмарт И что это С какого это Переляку Волмарт должен На нас зарабатывать Там Миллиарды Миллиарды долларов Давайте его Упраздним И будем Где покупать Нельзя Напрямую В маленьких магазинчиках Ну или у государства Да Да Алло Здравствуйте Здравствуйте Что хотел сказать В общем уважении К качеству И научному Супер Бупер Уровню Израильской Медицины Родной брат Моей жены Не дождался Пару месяцев Назначенной Уже Операции Пошунтированную Сердце Меня когда Подобно Случилось Обнаружили Что у меня есть Поблема Меня из госпиталя Не выпустили Полежал 3 дня Мы через выходные Меня пропитывали А мы подегластировали И он ждал И пару месяцев Не дождался И ушел Да Соболезнования Вашим Насчет вашего Брата Второе В цепочке Пациент Госпиталь Иншурезная Компания Или государство Кто Заинтересован В снижении Цены Кто торгуется С докторами Когда вы Лежите Я хотел Об этом Сказать На койке Вам хреновато Вам не до торгования Вам бы спастись Чтоб не сдохнуть Извините За выражение Это еще Несные компании Которые устанавливают Хоть какой-то Ленит На аппетит Госпитальных И прочих Организаций Они же какие Ребята Вы же подписываете Что заплатите За все Даете им Опенчек Фактически Это же идеально Я тоже так хочу Причем Интересно Если я подписался Подстроить вам дом И дом развалился Через полгода Вы меня будете судить И заберете деньги Но если я взял Собоцлечить Я не вылечил Но взял 500 тысяч Там 150 Не важно Извините Не вышло То есть Это Эта Система Когда Одна сторона Не имеет Responsibility Никакой Практически Да их судят Там Но это все Знаете И так И не так Они Они Столько Надевают Защитных Этих Госпиталя И Вот эти Врачи Высоко Занима Надевают Своев Что их Осудить Это Нужно Надо Быть Совсем Безголовым Безмотным Доктором Неумелым Безруким Чтобы Попасть Под эту Раздачу Ну в принципе И к тому же Если он Если он Так Осудил Спасибо Безмотов Которые Доктор Из Ваших Денег Спасибо Большое Да В принципе Вы правы Когда мы Получаем Счета Или Стрейдменты С наших Страховых Компаний Мы Видим Сколько На Какую Сумму Выставляет Счета Доктора И Госпитали И На Какую Сумму Страховая Компания Оплачивает Это То есть У них Тоже Сидят Врачи И Адвокаты Которые Регулируют Все Эти Цены Хоть Как То А С Другой С Другой Другой С Другой С Другой Другой Да Вот Поэтому Тут В принципе Тоже Палка Двух Концах Да Алло Говорите Пожалуйста Добрый 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 Я Конечно Понимаю Пользу Инсуринской Компании Понятно Их Польза Понятно Но Существует Так Понятие Как Их Бандит Честно Признаться 9-11 Когда Ввинтили Сцены На Когда Они Ввинтили Сцены Да Хочу Напомнить Что Инсуринс Медицина На данном Этапе Остан Безаловка Хочешь Не хочешь Вот Но Когда Ввинтились Эти Сцены И Еще Есть Понятие Дедак Очень Интересное Такое Понятие Когда Начинается Оплатка Или Работа Инсуринс Компании Начинается Только После Семейного Инсуринса Вы Оплатите Из своих Денег Порядка 6 тысяч Ну Как Минимум И Еще Вы Оплачиваете Инсуринс Да Но И Получается Хорошо Вы Ходите За твои Деньги При условии Что Вы Не Лежите В госпитале У вас Нет Тяжелого Наболевания И Так Далее Вообще Со Врачам Вы Ходите За свои Деньги Не Надо Говорить О Том Что Инсуринс Компании Просто Так Я хочу Напомнить Что Это Бизнес Они Работают Себе В Прибыль А Раньше Такого Не Было Ну На самом Вы Знаете Что На самом Деле Это Было Всегда Любой Частный Правит Бизнес Вообще И Создается С Целью Заработать Деньги Если Человек Знает Немножко Обо Мне Я Вообще Это То Что Вы Мне Рассказали Я Могу Задать Один Вопрос И Честно Посадить Вас В Лужу Не Не Хочу Этого Делать Но Я Просто Риторически Задам Вопрос Человек Платит За Страховку За Семью Две Тысячи В Месяц Много Денег И Шесть Тысяч Дедакт Был Огромная Сумма Поплатил Год Заплатил Двадцать Четыре Тысячи Долларов В Страховую Компанию И В Один Прекрасный День У Человека Случается Хард Атек Не Дай Бог И Простое Шунтирование Сердца Стоит Сто Пятьдесят Тысяч И В Этот Момент У Вас Никто Не Спросит А Вы Эти Деньги Еще Не Успели Заплатить Поэтому Идите Заплатите Сто Пятьдесят Тысяч А Потом Мы Вам Сделаем Операцию Это Я Говорю К Тому Что Вы Сказали Что Это Бизнес И Что Это Вы Ходите За Свои Деньги Вы Не Ходите За Свои Деньги Поверьте Мне Вы Дай Бог Дай Бог Чтобы Вы За Всю Свою Жизнь Не Заплатили За Страховку Столько Сколько Вам Может Стоить Одна Операция Поэтому Давайте Будем Немножко Более Честно Дело В том Что Если Вы Операции Можно На Двести Пятьдесят Тысяч Просто Задвините Если Вы Говорите О То Что Мы Ходим К Ручам За Свои Деньги То Есть Планы Например Их Госпиталя А На Врачей Они Не Берут Покрытие Ходят За свои Деньги Платят Свои Более Того Вы Знаете Что Когда У вас Страховка Есть То Врач Выставляет За Прием 250 Доллар И Сколько Если Вы Идете И Платите Кеш Вам Это Будет Стоить Сколько Толик Ну 80 Доллар От 50 До 120 Да То Очень Многие Так И Делают Поэтому У вас Есть Всегда Шанс И Между Прочим Чем Чем Больше Будет Конкуренция Вот Этих Страховых Компаний Тем Меньше Будут Цены Это Было Ровным Счетом До Того Как Вступил В силу Обама Кер Совершенно Верно Как Только Обама Кер Вступил В силу У тебя Уже Не Было Выбор Купить Такую Мы Должны Ориентироваться Не Проблема Заключается Не В Иншуринт Компании Отъясните Мне А каким Образом Цена За Шунтирование Сердца Допустим 90 Или С 95 Года Когда Цена За нее Была Порядка 50 Тысяч Возросла За это Время До 150 Тысяч А почему Буханка Хлеба Была Доллар А Стало Четыре Подожи Другой Сердце Может быть Другая Форма Афера Понятно Сейчас объясню Да Сейчас я вам Объясню Быстренько На пальцах Потому что Вам придется Таки остаться В этой луже Значит Как это работает Да 20 лет тому назад Школа Медицинская Врачам Стоила 100 тысяч 120 За все 5 лет Или за 8 лет За 3 года Медицинской школы За 3 года Медицинской школы Она стоила 100 тысяч В год Сегодня Медицинская школа За 3 года Стоит 250 тысяч Когда врачи Тратят Такие деньги На то Чтобы закончить школу Для того Чтобы вам Дать то лечение Которое вам нужно Чтобы вам не ковыряли Где нибудь Вилкой В одном месте А чтобы вам Действительно Дали нормальное лечение Они за это За свои знания Они платят Большие деньги Так вот Если мы начнем Сейчас Искать ноги Откуда идут Такие цены Нам придется Начать с того Что буханка хлеба С того Что ваша квартира Которая стоила Столько Это стоит Сегодня Столько Ваш дом вырос Иншуранс Врача-гинеколога В нашем штате Стоит 400 с лишним Кризис долларов Теперь Ваш дом Так интересно Вот когда растет Ваш дом в цене Вы прыгаете Аж до потолка Бензин Бабки заработали А насколько бензин А почему вы не думаете О том Что от того Что выросла цена Вашего дома Точно так же Растут еще цены За что-то другое Бензин Сигареты И так далее Поэтому Давайте мы не будем Считать Чьи-то деньги Вы лучше Оставайтесь здоровым Не надо Чтобы вы Пользовались Этим иншурансом Дай бог Чтобы вы за него Платили впустую И жили спокойно И счастливо А все остальное Оставьте людям Которые в этом Что-то понимают Спасибо друзья мои К сожалению Времени больше не осталось Зато у нас впереди Встреча с доктором Спасибо всем Спасибо вам Всем хороших выходных